Всем привет дорогие друзья, с вами канал WhiteArt и сегодня мы посмотрим на бюджетный планшет от фирмы Xiaomi, называется он вот так, Redmi Pad. Ну что ж, это бюджетная модель, как я уже сказал, внутри скорее всего у нас будет только планшет и зарядное устройство, но на распаковке мы дальше сейчас проверим нашу теорию. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, я думаю вам интересно, что это за машинка и мы начинаем, погнали. Так, ну вот встречает наш сам планшет, давайте его аккуратно вытащим отсюда. Ну что же, сразу по характеристикам. Экран у нас здесь 10,61 дюйма, 90 герц максимум. Процессор High Performance MediaTek Helio 99, батарея на 8 мАч. Запаковано прикольно в такой вот тряпочный чехольчик, так что давайте отложим пока планшет, посмотрим что у нас еще в комплекте. Здесь у нас с вами, ну как я и говорил, инструкция. Здесь у нас иголка. Походу у этого планшета есть возможность поставить сим-карту или же SD-карту, скорее всего SD. Дальше у нас здесь с вами адаптер питания. Адаптер питания на 20 ватт. Ну и зарядничек на Type-C. Все. Ну в принципе вот так, дорогие друзья. Вот весь комплект, зарядка, макулатура и сам планшет. Больше ничего, как вы могли заметить. Сам планшетик у нас вот встречает камеры 8 мегапикселей, вот такой вот красивый серый цвет. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас, смотрите сразу, вход под сим-карту, два микрофона. Давайте посмотрим, что же все-таки там находится. Слот под SD-карточку. Пожалуйста. Клавиша громкости. Здесь у нас с вами клавиша питания, два динамика. Dolby Atmos. Здесь у нас ничего. Здесь у нас порт под зарядку и также два динамика. Ну, надо сказать, система такая же, как и у Xiaomi Pad 5. Я думаю, ничем особо она не отличается от Xiaomi Pad 5. Также у нас вот рабочий стол. Все иконки будут на рабочем столе. Также, наверное, можно будет и выбрать. Так, давайте сразу экран. Яркость. Вот это максимум. Вот это минимум. Также есть автонастройка яркости, которую мы отключим, так как она не особо удобна. Частота обновления. По умолчанию рекомендуется настроить. Частота обновления. Можно выбрать 60 Гц, можно выбрать 90 Гц. Но это, как и было заявлено. Больше герцовки здесь нету. Сразу посмотрим систему, чтобы не уходить далеко. Вот о планшете. Версия Android 12. Версия MIUI 13.1.4. Не знаю, свежая это или нет. Все параметры. Так, у нас оперативная память 6 плюс 2 гигабайта. Процессор 2.2 ГГц. Версия Android. В общем, теперь надо настроить этот планшет. Поставить какие-нибудь игрушки. Протестировать. Посмотреть, что да как. Так, давайте сразу камеру. Видео мы можем снимать максимум Full HD 30 FPS. Можно вот так вот делать кинематографическую съемку. Можно ее отключить. 720 и Full HD. Дальше. Наша камера. Ну, то же самое. Можем снимать фото-видео. Видеоклип и формат ночь. Видео. Видео то же самое. Full HD и 720 30 кадров в секунду. Ну, такое себе. Знаете, не супер-пупер, скажем так, видео-фото-съемках. В том планшете все-таки можно было снимать 4К. Так, ладно. Переключаемся обратно на обычную камеру. Также есть здесь документ. Короче, вот инструкция у нас с вами, дорогие друзья. Здесь, как в том планшете, автоматически документ он не распознает. То есть мы сначала фотографируем. Дальше у нас происходит распознавание. И потом вы можете перетащить вручную документ, который вы хотите выбрать. Не знаю, насколько это удобно, неудобно. Но мне кажется, это не так удобно, как если бы автоматически. Но вот качество вот такое вы можете посмотреть. Также оригинал я предоставлю в этой записи. Но я неудачно сделал фотографию. Но вот в таком виде он это фотографирует. Внешний вид этого планшета простой. Но в то же время не кажется, что вы держите в руках какой-то дешёвый аппарат. Он ощущается, как будто у вас в руках флагманская вещь. Сзади матовый алюминий, что даёт приятное тактильное ощущение. У Xiaomi Pad 5 такой же материал. Он не пачкается отпечатками. Само устройство весит 445 грамм. Ещё раз повторим все характеристики и укажем их более точно. Экран IPS с частотой обновления 90 Гц максимум. Размерами 10,61 дюйма. Стоит технология защиты зрения и на сайте утверждается, что здесь низкая нагрузка на зрение. Разрешение 2000 на 1200 пикселей. Имеется более 1 миллиарда оттенка цветов. Яркость 400 нит. На борту установлен 8-ядерный процессор от Mediatek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц. Оперативная память LPD-DDR4 на 6 ГБ и встроенная память 128 ГБ. А также есть возможность поставить SD-карту. За графику отвечает GPU Mali-G57MS2. Аккумулятор на 8000 мАч. По заверениям производителя это 12 часов работы при беспрерывной игре. 21 час просмотра видео, 26 часов при чтении. По опыту от 1 дня активного использования процентов до 20 будет снижаться заряд. И пару дней не слишком активного использования. Имеется Bluetooth 5.3. Wi-Fi 5, 2,4 ГГц. У планшета стоит стерео звук Dolby Atmos. Камеры на 8 мегапикселей. И передняя, и задняя. Передняя сверхширокая. Также имеется функция Focus Frame, которая используется в видеочатах и отслеживает участник и помещает их в центр кадра. И сейчас будут примеры фото и видео. А оригиналы можно посмотреть по ссылкам в описании. А также давайте послушаем как звучит микрофон. Это тестовая запись на диктофон планшета Xiaomi Redmi Pad. Петя часто пропускал занятия в школе. Так и продолжал бы он витать в облаках, если бы не мама. Она ему сказала, скоро экзамены, а ты палец о палец не ударил. Перестань валять дурака и возьмись за ум, а то на экзамене сядешь в лужу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, мы с вами начинаем тестировать вот этот бюджетный планшет в различных игрушках. И первая игра, которую я решил протестировать, это Critical Strike Ops. Ну то есть, CS GO на Android. Почему? Поскольку здесь есть возможность выбрать количество FPS. Давайте поставим 90 по нашему экрану, 90 FPS, чтобы нам показывало. И давайте в бой посмотрим, как играется эта игра. Если верить вот этой программе, которая у нас стоит, Game Booster, Game Turbo, то сейчас у нас с вами 60 типа FPS. Хотя у нас стоит на 90, возможно, планшет не тянет. Ну давайте посмотрим, как он будет бегать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И следующая, друзья, игра, которую мы с вами протестируем, это будет Call of Duty Mobile. Давайте сразу посмотрим на настройки этой игры. Настройки стоят у нас по умолчанию. Звук и изображение. Значит, качество графики среднее. Число кадров в секунду давайте поставим высокое. Реалистичные. И вот все настройки графики. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА